Привет, друзья! Конечно, добро победит зло, конечно, конечно. Но человечество же находится пока в детском состоянии. Ну сколько надо ребёнку набить себе шишек для того, чтобы он стал потом на самом деле на ноги, повзрослел, появилось чувство ответственности и так далее. Ну много же, правда же? Ну человечество, я хочу, чтобы вы все меня хорошо поняли, находится в детском ещё состоянии повзросления. Ну вы вспомните, какие шишки мы себе набивали. Дус ДДТ, помните? Ну этим дусом обмазывали всё, что только было возможно. Ну потому что человечество опробовало, что такое дус. Ну появилось научное изобретение, дус ДДТ. Ну начали его везде мазать. Ну конечно, тараканов травить. Но я помню в школе учился, выходишь там во дворе, там у нас туалет был школьный, и перед ним там мусорный ящик. Весь обмазан дусом. Ну дети ходили, дышали этой гадостью. Ну вы понимаете, только годы прошли, чтобы человечество узнало, что ДДТ вообще не уничтожается. Землю за рой не уничтожается, отравляет всё. Потом перестали этим заниматься. Детский возраст человечества, это когда появляется что-то новое, химизация, кукуризация, там электрификация, ядерные процессы какие-то, освоение новых форм энергии. Кнопки появились, вот надо обязательно потыкать во все кнопки, пока по башке не даст. Понимаете в чём дело? Поэтому некоторые люди, которые думают, что мир устроен таким образом, что идёт только к апокалипсису, это же миф такой напоминающий, что в истории человечества, а человечество развивается, это же диалектика по спирали, то с откатом назад, то вперёд, но всё выше и выше. Сейчас же за то, что, например, девушка влюбилась в парнишку соседского, её на костре не сжигают? Нет. А раньше могли сжечь. Потому что добро побуждает зло. Но это происходит не так сразу. И вот сейчас у нас тоже такое время, когда научно-технический прогресс создал интернет, новый язык коммуникации, чтобы земля вся объединилась, люди чтобы объединились между собой. А те, которые первые додумались, как это использовать, запатентовали, да, и сразу стали миллиардерами. А сейчас новый виток, когда этот патент ничего не будет стоить, потому что раньше патенты, когда были, человек только мог сам им пользоваться, владелец патента. И теперь вот он знания приобрёл какое-то, запатентовал и никому не даёт, а только продаёт. А сейчас постепенно, когда вот новый виток спирали развития человечества, создался интернет, сейчас всё будет прозрачно. И человек не сможет сделать из этого манипуляцию для всех. Жизнь развивается, потому что в человеке есть самое главное. Кроме инстинктов выживания, у него есть ещё и потребность в созидании, потому что каждый человек в себе содержит геном всех стадий предшествующих эволюций своих. Это называется творец в человеке, Бог в человеке. Ну, там же написано в Библии тоже, это метафора, что решил Бог сознать человека по своему образу и подобию. Ну, стало быть, как творца. Человек-творец. Человек по своей природе хороший. Он добрый, отзывчивый, сопереживающий, любящий, созидающий. Да, и мы создаём науку человечности именно для этого, чтобы каждый раз вспоминать об этом, помнить об этом, что человечность – это добро, и оно побеждает зло. И что бы ни случилось, вы увидите сейчас, адаптируются люди к этой ситуации, в этой неопределённости, и поднимут головы, и начнут опять разумно мыслить. Да-да-да-да, вы думаете, нас вот так легко взять и прыгнуть, что ли? Да ну сколько разумных людей, ну что вы! Сейчас не хватает, хотя и есть интернет, только контакта. Потому что люди не могут сейчас так легко объединиться. Потому что люди более примитивные, они легче объединяются. Потому что им проще. А чтобы объединиться добрым, нормальным, хорошим людям, творческим людям, чтобы объединиться и победить вот это то, что у нас сейчас нависло над нами, сложнее. И поэтому этот процесс диалектики, да, он приведёт всё равно к тому, что мы все объединимся. Вот я на себе уже знаю, на себе уже знаю. Уже ко мне стали звонить много разных людей, которые раньше ко мне не звонили. Да, почему? Потому что у нас расширяется сейчас школа, уже 64 тысячи подписчиков. А сейчас кто подпишется заново, будет увеличиваться. И будет опять, мы все вместе, участники с разных стран мира, создаём науку человечности. Да, и это школа человечности, наша школа человек будущего, Homo Futurus. Это окно в будущее. Конечно, человечность победит. Человечность, потому что мы все люди. Конечно, человечность победит. А это и есть добро. А у нас ещё и метод, который позволяет человеку каждый раз, когда он сталкивается с неизвестностью, или когда боль, допустим, это же тоже неизвестность, он не знает, что будет. Понимаете? И забывает о том, что у нас есть универсальные базовые принципы подбора приёмов путём перебора, подбирать себе то, что комфортно, особенно ключевое дыхание, и волна, которая снимает стресс, напряжение, и освобождает нас от страха, шаблонов, стереотипов и авторитетов, и мы выходим на свой геном, на своё естественное состояние, когда мы можем мыслить свободно и понимать, чего мы хотим, и как это лучше и быстрее достичь. Сделайте. А то мне звонит человек и говорит, а у меня вчера радикулит схватил, что мне теперь делать? Я говорю, так мы же говорили об этом. Ты разве не знал? Ой, я забыл. А ты возьми и снова сделай ключевое дыхание. Посмотрите там в роликах, что такое ключевое дыхание. Посмотрите там в роликах, что такое волна. Чтоб я не повторял снова и снова одно и то же, что уже у нас есть на бесплатных ликбезах против стресса с развитием творческих качеств. До встречи, друзья. Конечно, человечество победит человечество. Добро победит. За счёт человечности. Там любовь, сопереживание, сострадание, рукопомощь, способность к созиданию, способность к сотрудничеству, счастье быть собой. А быть собой вместе – это высшее счастье. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok